СИБИРСКИЙ ИМПОРТ С этого начал, ремонтировал компьютеры, потом прошел длительный путь, и мы сделали компанию, которая занимается энергетическими обследованиями, энергоаудитом. Сейчас она уже занимается и производством светильников, осветительного оборудования всякого. Мы их и в Хакасию поставляем, и за пределы, и в Иркутскую область, и в Новосибирск, и в Санкт-Петербург. Ну а что такое энергоаудит? Энергоаудит – это энергетические обследования. Мы к вам приходим с приборами, если по-простому, с необходимыми методиками. Проводим такое обследование, которое говорит заказчику, как ему экономить энергетические ресурсы. Какое оборудование поменять, какие настройки сделать, что сделать ради того, чтобы вы получили экономию заказчика. А что за светильники вы производите? Светодиодные. Они в том числе есть и на улицах города Абакана и других городов Хакасии. Например? Например, в каждом муниципальном образовании они есть. Мы их поставляли по республиканской программе в том числе. Энергосбережение, энергетическая эффективность. В 2014 году, если я не ошибаюсь, до сих пор работают. Все прекрасно. Но это уличная подсветка идет или что это? Или внутри помещений? Где они используются? У нас есть светильники и для внутренних помещений, для офисных в основном. Но их мы делаем мало, и это побочный бизнес просто для того, чтобы загрузить цех. Основной упор мы делаем на архитектурные подсветки. Например, гостиницу Азию мы делали. Федеральное казначейство мы делали подсветку. И на уличном освещении дорог, улиц, дворов. В общем-то, ради этого работаем. Ради того, чтобы было светло. Но вы вот уже упомянули, что вы вышли за пределы Хакасии. Где еще вашу продукцию можно встретить? В Санкт-Петербурге мы выиграли в прошлом году конкурс. Поставляли туда светильники и монтировали на футбольный стадион небольшой. В московском районе Санкт-Петербурга стадион, Центр физической культуры и отдыха Московского района. Сейчас им очень понравилась наша продукция. Они попросили еще, еще. Еще вот сейчас мы им же монтируем ледовую арену, освещение ледовой арены. И ваших мощностей хватает? Да. У нас небольшой цех, 15 человек всего работает, но хватает. Мы стараемся справляться. Когда нужно, люди понимают, люди выходят и бывают сверхурочно. Мы их благодарим за это хорошей зарплатой и лояльным отношением к тому, что кому-то надо отойти. Больничные люди просят и отпуск какой-то просят. Стараемся лояльно относиться, если у нас в это время нет большой загрузки. Дмитрий, ну смотрите, вы сказали, что ваша продукция используется в Санкт-Петербурге. Неужели у нас в России нет поближе производства к тому же Питеру, что они выбрали Хакасию? Вы знаете, тут такое дело, мы работаем на рынке, который очень конкурентен с точки зрения недобросовестности. Люди стараются недобросовестно выиграть конкурс, по демпингу, опустив цену в два раза, в три раза, бывает, цену опустив от изначальной. Выиграв этот конкурс, поставить некачественный товар, некачественное оборудование и в конечном итоге на этом что-то заработать. Мы так не работаем, мы стараемся поставить только именно то, что попросил заказчик. То есть, если заказчик попросил определенные параметры светового потока, ну и других качеств светильника, индекса цветопередачи, много там есть характеристик. Мы именно такое и поставляем. Первый раз мы туда залезли тоже по демпингу, мы поставили, но мы в убыток практически себе поставили эти светильники. Им качество очень понравилось заказчику, они нас рекомендовали и другим, скажем так, подрядчикам, другим деятелям в Санкт-Петербурге. И вот мы теперь там работаем плотно. Но скажите, вот сейчас в стране не секрет, что экономический кризис и говорят, что малому и среднему бизнесу очень тяжело. Так ли это на самом деле? Я считаю, что кризис, он не в том, что денег нет, а в том, что надо меняться, надо понимать, куда эти деньги перетекли. Их меньше не стало. Просто какие-то рынки растут, какие-то рынки падают. Сейчас очень много торговли переходит в интернет. В то же время производство у нас из-за того, что западные санкции, из-за того, что курс доллара высокий. Производство, я считаю, на подъеме, и мы в том числе на подъеме. А как вообще у вас возникла идея заняться вот после компьютеров именно светильниками? Ой, там был длинный путь посредине. Коротко, если можно. Коротко. Мы, когда занимались энергоэффективностью, энергоаудитом, мы поняли, что надо идти дальше, и те мероприятия, которые мы советуем, притворять в жизнь. Тепловые узлы ставить, мы их, кстати, ставили, но у нас это не очень востребованная услуга оказалась. Счетчики тепловой энергии, но это тоже очень конкурентный рынок. В итоге мы пришли к производству светильников и электромонтажным работам. То, что у нас хорошо получается, то, что мы делаем. У нас были партнеры, которые изначально для нас светильники делали, но в конечном итоге они перестали справляться с объемом. Пришлось организовывать производство самому. Поэтому, несмотря на название импорт, производим мы сами здесь, в Абакане. Ну, расскажите о перспективах. Как вы их себе видите, к примеру, через 10 лет? Как вы видите свои предприятия? Сложно сказать. Такой век, 10 лет. Империи создаются и рушатся за это время. Я вижу, что мы будем продолжать развивать как производство светильников, но, к сожалению, мы имеем ограниченные возможности в силу и географии. У нас не так уж много населения в окружающих нас регионах. И ограниченные возможности с точки зрения станочного парка. Мы не обладаем такими доходами, не очень много можем реинвестировать в производство. Сейчас мы активно развиваем электромонтажные работы. У нас неплохо получается работать с автоматикой. Да, мы будем наращивать производство светильников, будем улучшать его. Но в рамках тех возможностей, которые это производство зарабатывает, уже, к сожалению, из своего кармана невозможно достать, и богатого дяди нет. Ну, а какая-то поддержка, может быть, властей вам оказывается, или вы рассчитываете на это? Вы знаете, нет, и не оказывается, и не особо рассчитываем. Я считаю, нужно рассчитывать только на себя. Мы не обращались за поддержкой. Хотя нет, вру. Я вот учился на президентской программе в прошлом году. Мы подали на возмещение. То есть у нас государство возмещает часть затрат на обучение персонала. И каких-то людей мы тоже своих повышали квалификацию, инженеров. Тоже подали на возмещение части затрат. Нам пока подписали документы, но денег еще не видели. Да, такая поддержка есть. Ну, а как вы вообще считаете, и политика на сегодняшний день, и бизнес, они как-то сотрудничают, взаимодействуют в нашем современном обществе? Да не должны они взаимодействовать. Точнее, они должны взаимодействовать только, когда бизнес и политика вместе работают на благо общества, на улучшение какое-то. Когда бизнес и политика работают для извлечения прибыли, получается коррупция из этого. Этого нам не надо. Ну, в то же самое время, вот, я считаю себя человеком с активной жизненной позицией. И у нас постоянно рождаются какие-то инициативы по созданию. Вот сейчас прорабатываем, чтобы у нас подтянуть некоторые предприятия из Минусинского района и из Абакана, чтобы нам вместе сделать какой-то центр металлообработки. И это даст, во-первых, рабочие места, во-вторых, это только на общественных началах мы можем сделать. Какие-то законодательные инициативы по тому же самому энергосбережению. Есть у меня с коллегами по цеху законодательная инициатива так, чтобы закон 261-й федеральный об энергосбережении энергоэффективности, он не везде работает, но там есть положение очень полезное для общества. Нужно сделать так, чтобы они заработали. Есть по этому поводу предложения. Мы их стараемся продвигать и через общественную палату, и через слушания какие-то. и доносить до людей, чтобы в конечном итоге это попало в большие кабинеты и в больших кабинетах сыграло свою роль, чтобы нас услышали, чтобы политическими методами заработали некоторые законы. Ну я вот так понимаю, что вы предприниматель с активной жизненной позицией. В каких сферах еще бы вы хотели, может быть, что-то изменить, вот используя свою молодость, активность и так далее? Вы знаете, я не считаю, что нужно быть в каждой бутылке затычкой, в каждой бочке затычки. Нужно заниматься тем, что ты умеешь хорошо делать. Вот я умею хорошо делать светильники, я знаю, какие там есть проблемы с точки зрения технического регулирования. То, что я говорил про демпинг, это ведь проблема технического регулирования. Если бы у нас правильно работал закон о сертификации, мы бы, заказчик бы имел возможность нормально разместить заказ по 44-му федеральному закону, вписав туда нужный ГОСТ по светильникам. А по нужному ГОСТу проверили бы просто, соответствует светильник или не соответствует. То же самое по энергосбережению, энергоэффективности. Там есть инициатива, о которых я говорил, которой можно притворить в жизнь. Я это знаю, я это умею. Я не хочу лезть туда, где я не умею. То есть вы за профессионализм? Однозначно за профессионализм. Ну что ж, я желаю вам удачи. Спасибо, Дмитрий, что пришли к нам, что ответили на наши вопросы. Вам большое спасибо. Напомню, это была программа интервью, и у нас в гостях был молодой предприниматель, директор фирмы «Сибирский импорт» Дмитрий Юшков.